Стоматологи запрещают грудное вскармливание. Кому верить? Давайте разбираться, в чем же причина кариеса у ребенка и как это связано с грудным вскармливанием. Грудное молоко положительным образом влияет на развитие зубов малыша. В нем содержатся вещества, повышающие иммунитет малыша, и минералы, укрепляющие зубы. Кариес образуется там, где скапливается зубной налет. А для размножения бактерий требуется питание, которым и может быть грудное молоко. Результаты жизнедеятельности бактерий – кислота, и именно она способна разрушать зубы, а не грудное молоко или другая еда. По избежанию возникновения кариеса мы рекомендуем пролечить зубы всем членам семьи и поддерживать их в ухоженном состоянии, так как микробами, вызывающими кариес, ребенок заражается дома. Чистить зубы с первого появившегося зуба пастой с афторидами, как минимум 1000 ppm, и по возможности разделять грудное вскармливание и сон. При высокой расположенности к кариесу сократить ночные кормления грудным молоком до трех раз за ночь, особенно после года. Мы ни в коем случае не призываем бросать грудное вскармливание, оно поддерживает иммунитет и только положительным образом влияет на здоровье ребенка.